Привет, друзья! В сентябре 2023 года компания Audi провела рестайлинг своих кроссоверов Q8 и SQ8, что стало серьезным шагом на пути к интеграции современных технологий и более смелого дизайна в своей модели. В этом контексте следует отметить, что тюнинговое ателье АПТ, не отставая от темпа инноваций, предложила собственное решение для улучшения данных моделей. Это решение отражает растущую тенденцию к индивидуализации автомобилей, в которой производители и тюнинг-ателье играют серьезную роль. Главной звездой тюнинга от АПТ стал SQ8, мощность которого теперь превышает характеристики RSQ8 Performance. Благодаря новому модулю АПТ Power S, 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом способен выдать 650 сил и 850 ньютон-метров крутящего момента. Это на 143 лошадиных силы и 80 ньютон-метров больше, чем стандартной версии SQ8, что позволяет новинке превзойти по мощности даже RSQ8 Performance при аналогичном крутящем моменте. Кроме SQ8 улучшения по мощности также доступны и для стандартного Q8, что положительно сказывается на производительности 3-литрового V6. Это расширяет выбор для клиентов, желающих получить более динамичный и отзывчивый автомобиль. Несмотря на то, что обновленный RSQ8 пока не получил собственного тюнинга от АПТ, прошлые достижения от Элье внушают надежду. Ранее модернизированная дорестайлинговая модель была разогнана до впечатляющих 800 сил, что ставит ее в один ряд с такими мощными моделями, как Lamborghini Urus. Но давайте вернемся к героям обзора. Чюнинг от Элье также не обошло стороной аэродинамические аспекты, предложив специальный обвес как для Q8, так и для SQ8, который подчеркивает их агрессивный и динамичный стиль. В пакет входят передний сплиттер, боковые воздухозаборники на передних крыльях, задний спойлер и юбка с четырьмя выхлопными трубами. Эти изменения в сочетании с фирменными колесами диаметром в 22 или 23 дюйма придают автомобилям более выразительный вид, подчеркивая их спортивный характер. Кроме того, для улучшения управляемости и снижения центра тяжести, АТЕЛЬЕ предлагает установить модуль для адаптивной пневмоподвески, что позволит уменьшить дорожный просвет на 25 мм. Что касается интерьера, АТЕЛЬЕ также предложило ряд улучшений, которые способны преобразить внутреннее пространство обновленных Q8 и SQ8. Глянцевые карбоновые вставки на приборные панели, рамки сидений и селекторы передач создают атмосферу роскоши и изысканности. Подсвечиваемые логотипы на порогах и фирменный логотип АП на кнопке старт-стоп добавляют завершенности и стиля. В итоге полный комплект доработок от АТЕЛЬЕ обойдется владельцу в 38 тысяч долларов, и это без учета налогов и установки, что как бы не дешево. Но что поделаешь. На международном автосалоне в Филиппинах Митсубиши представил концептуальный внедорожник GST с тремя рядами сидений, который привлек внимание не только своим эффектным дизайном, но и тем, что станет основой для серийной модели, ориентированной на рынок Юго-Восточной Азии. Ожидается, что автомобиль появится на рынке в 2025 году. Компания не раскрывает всех деталей будущей модели, но позиционирует концепт не как замену какой-либо существующей модели, а как дополнение к текущему модельному ряду. Внешний вид концепта отражает дизайнерскую концепцию Митсубиши гравитация и динамизм, что говорит о стремлении компании подчеркнуть уверенность и силу своего нового продукта. Объемные формы и угловатый силуэт, присущие последним моделям Митсубиши, создают впечатление мощи. Массивная решетка с характерным дизайном Dynamic Shield и Т-образные светодиодные фары формируют динамичный облик передней части автомобиля. Скрытая под затемненной прозрачной панелью сотовая структура решетки, по идее разработчиков призвана улучшить аэродинамику, что является важным аспектом для таких автомобилей, которые часто сталкиваются с различными дорожными условиями. Особенности дизайна, такие как мускулистые крылья и защитные пластины, добавляют визуальной прочности, что необходимо для автомобиля, предназначенного для эксплуатации в сложных условиях. Однако некоторые футуристические элементы, такие как камеры вместо боковых зеркал и отсутствие дверных ручек, могут быть упрощены в серийной версии, поскольку они могут оказаться неудобными для массового потребителя. Панорамное стекление с черными стойками создает эффект единого объема, придавая автомобилю современный вид. Внутреннее пространство концепта также вызывает интерес. Mitsubishi нацелена на создание комфортного и функционального интерьера, что особенно важно для семейных автомобилей. Мягкие материалы на приборной панели и дверях придают салону премиальный вид. Полностью цифровая приборная панель и футуристичная центральная консоль подчеркивают современность, а новый двухспицевый мультифункциональный руль добавляет удобства. Встроенные столики для пассажиров второго ряда и отдельный климат-контроль показывают, что компания уделяет внимание деталям, обеспечивая комфорт для всех пассажиров. Третий ряд сидений занимает значительное пространство, что может сократить объем багажника при полной загрузке до 7 человек. ДСТ базируется на несущем кузове. Предположительно, это удлиненная версия платформы X-Force, в то время как эта платформа оснащена полуторалитровым мотором мощностью в 105 лошадейных сил в сочетании с вариатором и передним приводом. Существует вероятность, что для более крупного кроссовера ДСТ потребуется более мощный двигатель. На данный момент компания не предоставляет полных технических данных о новом автомобиле, что оставляет пространство для спекуляций. Официально подтверждено, что ДСТ будет переднеприводным, однако модель обещает высокий уровень безопасности на любых дорогах благодаря приличному дорожному просвету и 5 режимам езды. Это обеспечивает стабильное и уверенное вождение в различных погодных и дорожных условиях. На данный момент Митсубиши не раскрыла всех деталей о серийной версии ДСТ, но больше информации появится в ближайшие месяцы. В условиях насыщенного рынка в регионе компании предстоит доказать, чем именно ДСТ выделяется среди конкурентов. Друзья, а перед тем, как мы закончим, я хотел бы вам напомнить о своем втором музыкальном канале, где публикую свою авторскую музыку. Если вам это интересно, переходите по ссылке в описании и присоединяйтесь. А у меня на сегодня все, так что не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые ролики, а также не забывайте о странице в инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи и до скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok